А вот это транспортное подразделение Техногадлёвого центра Гарант, мобильная группа Гомельского городка ТКМА наведывала год тому. Тады причина приезда была не самой приемной на предприемстве, отбывся несчастный выпадок со смиротным заходом. В 2015-м при разборце будинка был смиротно поранен работник Гаранта, который до того же находился еще и в стане алкогольных опьянений. Зараз следствие по этой справе завершается, а тому у городской мобильной группы есть подстава наведать одно из подразделений и доведаться, что сделано за минулый час. Змены соправды видовочные, начинающие от доброупорядкования дворовой территории, запытания лоховой працы. После попередней проверки о гарантии на специальную компьютерную программу набыли, по которой теперь каждый работник сдаёт обовязковые экзамены. Определённые вопросы, на которые все работники раз в год обязательно должны ответить. В том случае, если работник не готов ответить, не справляется с заданиями вот этой программы, он отстраняется от работы без сохранения заработной платы. Если он правильно отвечает второй раз, он допускается к работе. Быть наибольша значная колькость питаний, что возникают у членов мобильной группы, тычется организации працы. Нельзя сказать, что это закранает только техногандровый центр «Гарант», что лечить с початком працанного дня. Час заявления работника на проходной, те час, когда он начнет выполнять свои непосредные обовязки. У речи, это пытание не только дисциплины, а и продукциальности працы. Если рабочий день на любом предприятии начинается условно с 8 часов, то человек 8 часов должен приступить к работе. Значит, приступая к 8 часов к работе, он повышает производительность труда, повышает выработку на одного человека, как результаты повышается заработная плата и повышается жизненный уровень человека. И все-таки, без зауваг, этот выезд мобильной группы не обыходится. Если до гаранта никаких претензий нет, то до размещенного побачь «Агроинтертранса» шмат. По великим рахунку, первопадчатковый визит на это предпринимство не плановался, но вельми уже ураживает беспорядок на его территории. С великим того, что директор «Агроинтертранса», назначенный на эту посаду совсем недавно, комиссия обыходится без складания протоколов и дает один месяц для наведения парадки. Алексей Тюров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель».